Всем привет! Меня зовут Валентина Мишина. Я трехкратная участница Олимпии. IBB Pro спортсмен, соответственно, и тренер со стажем более 10 лет. Я всегда через годы несла знания и понимание фитнеса как такового. Я всегда предпочитал работать с натуральными атлетами или с людьми, кто для себя. Потому что профессиональный бодибилдинг это не про здоровье. Да, я была на максимально высоком уровне. И это вообще отдельная история. Как тренер моя задача умножать, приумножать здоровье, улучшать качество жизни и нести пользу. Я люблю свою работу, я люблю то, что я делаю. И этот подкаст и все эти выпуски, они были созданы лишь для того, чтобы что-то вы поняли, начали применять. И внедрили фитнес в свою жизнь. И поняли, что не нужно страдать, чтобы хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. Сейчас у меня была некоторая пауза. Я не могла выбрать тему. Плюс засилие на рынке клоунов меня немножко повергает в небольшую депрессию. Я действительно эмоционально выгораю, устаю от того, что продается. Я очень близко к сердцу принимаю некоторые вещи. И мне кажется бесполезным иногда записывать видео, потому что я понимаю, что я не смогу победить акул рынка. Я не смогу победить большие раскрученные страницы. Я вряд ли... Я не продажник, да, у меня нет сумасшедших марафонов. И я не понимаю техническую сторону этого всего. Мне очень хочется вещать на большие площадки. Мне хочется донести до людей истины и какие-то основы. Но пока вот из-за того, что я расстраиваюсь, я прокрастинирую. Так вот, сегодня я с вами поговорю на тему того, что как мешает перфекционизм в достижении целей, в достижении формы мечты. И в чем ваши затыки. Я обращу просто внимание на то, с чем сталкиваюсь я как тренер, с чем ко мне приходят и из чего мы дружно выбираемся. За последний месяц ко мне приезжали... Я живу в Майами. И ко мне приезжали люди из разных стран. Это была Англия. Это была Швеция. Это было Бали. Это была Испания. И самое интересное, что понимание тренировочного процесса не было как такового. Хотя люди занимались. Люди занимались стабильно, регулярно. Люди слушали много фитнес-блогеров. Люди действительно были дисциплинированы и замотивированы. Почему они приехали ко мне по итогу? Потому что они поняли, что что-то делают не так. Потому что они поняли, что они не прогрессируют, во-первых. И что качество жизни, оно не улучшается. И они начинают затрачивать гораздо больше времени, чем могли бы себе позволить. И не являясь тренером, не являясь атлетом, кто зарабатывает так или иначе деньги, да, или нарабатывает имя, что они занимаются другими делами. И они начали осознавать, что они не могут столько времени тратить, проводить в зале, чтобы вытягивать форму или просто поддерживать. Плюс, постоянное перебирание картинок в инстаграме, постоянное приравнивание себя к фитнес-моделям людей заставляет жить в иллюзии, в искаженном мире, что не есть правильно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что форма, хорошая форма для жизни, она достигается не путем вечных ограничений, она достигается не путем ежедневного кардио, она достигается не убийством себя силовыми тренировками. Фитнес и бодибилдинг – это очень, знаете, это очень интересное направление и достаточно изученное, чтобы прогрессировать до состояния плата, поверьте, всем далеко. И люди, не занимающиеся этим последовательно и не пытающиеся понять, не пытающиеся изучить этот вопрос, не из фитнес-блогов, а из базы, да, они отчаиваются, опускают руки и начинают искать волшебные таблетки, начинают искать волшебные методики, начинают искать какие-то супер-средства для достижения цели, да. Так вот, сегодня я опять же напомню, смотрите, за последний месяц, как я сказал, вот эти люди, которые приезжали ко мне, у них были одни и те же проблемы. Они перерабатывали в зале, они не доедали еду, их диета была весьма скудная, они не обращали внимания на качество сна, они перерабатывали с кардио, они не отдавали себе отчет по поводу вне тренировочной деятельности, да, то есть НИД. Почему я решила вообще записать отдельное видео по этому поводу? Потому что я это все проговаривала, я это все проговаривала, я поняла, что я не проще сказать это на большой аудиторию. Мне хочется, чтобы вы помогли мне распространить это видео, мне хочется, чтобы вы... были тоже заинтересованы в том, чтобы больше людей узнало правду. Сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, что тренеров, большинство тренеров волнует быстрая трансформация, правильно, ваша быстрая трансформация. Вы приходите к тренеру, у вас низкая калорийность, вас попросили посчитать, да, допустим, 2000 калорий, и вы сокращаете до 1800 с этим тренером, да, вы не худеете, вы сокращаете до 1600 с этим тренером, вы не худеете, до 1500 вы не худеете, при этих 1500 у вас идет там 6-дневное кардио, да, и там 4-5 силовых тренировок, плюс у вас дети, плюс у вас куча бытовых дел, забота, да. И вы, собственно, упираетесь куда? Метаболическую адаптацию. Метаболическая адаптация, это когда ваш гемеостаз просто решил смириться с количеством потребляемых калорий, и он не окисляет жиры, он не хочет окислять жиры, ему нужно выжить. И все силы организма брошены на выживание, и поверьте, в режиме выживания меньше всего телу нужно будет сжигать жир. Плюс гормоны стресса, щитовидные гормоны, то есть кортизол, триодтиранин, тироксин, Т4, Т3, да, нашими словами, они будут, тироидные гормоны будут в дефиците, ТТГ будет работать под нагрузкой, кортизол будет высоким, Возможно, гормоны, которые отвечают за калиевый натриевый насос, тоже, альдестерон, да, будут не функционировать правильно. И вы покроетесь равномерным отеком, это смажет всю картину похудения, даже если жир продолжит гореть волшебным образом, хотя высокие уровни, высокие уровни, хронические повышенные уровни кортизола, они будут блокировать липолиз. Жиры просто не будут окисляться, да? Плюс, скорее всего, на повышенном кортизоле собьется микрофлора кишечника, и тот самый не до конца изученный синдром раздраженного кишечника, и расстройство желудка, и прочие проблемы, они тоже пойдут после жестких дефицитов. Вы поймите, организм дает вам уйму сигналов. Да ладно вам, нам. Я, как человек с проблемным сном, тоже хватаю свое. Мы должны понять одно, что лозунги качков no pay no gain, они не для вас. No pay no gain подойдет до 25 лет. После 25 лет, это начинается умный фитнес. И, как правило, схемы перестают работать. Спустя несколько лет, после пары метаболических, после соревнований, вы вляпаетесь, даже пары соревнований, вы вляпаетесь в метаболическую адаптацию, если вы не будете соблюдать схему вариативность, если вы не будете соблюдать состояние поддержки, профицитное и дефицитное состояние, если вы не будете питать организм необходимым количеством полезных веществ, если вы не будете следить за своей продуктовой корзиной, Вы не должны упираться в калории Вы не должны упираться в цифры Именно которые Знаете, сейчас я считаю Информационный вирус Это по поводу подсчетов калорий Я все же не считаю калории Но важно Не то, откуда эти калории Да, все есть энергия Все это понятно Но неужели вы не задумаетесь над тем Что каждый продукт, который вы употребляете Помимо калорий Несет еще целый список веществ И я думаю Что вам бы пора задуматься Сколько раз я уже об этом говорю Вам бы пора задуматься, что вы употребляете Я постоянно получаю вопросы Про батончики Я сама люблю батончики Но если я знаю Что у меня калорийность 3000 3000 калорий Моя поддерживающая калорийность И если я позволю себе 200 калорий на батончик Я не буду вдаваться в подробности Какие там заменители Сколько там Каких-то непонятных добавок 200 калорий Это малая часть моего рациона Мой рацион Он наполнен овощами Что есть клетчатка И много Надеюсь Много витаминов Все равно это лучше Чем пустой хлеб Или Макароны Те же Они мало в себя чего несут Особенно И современные Ну и особенно допустим Американские Производители Я не думаю Что используют хорошую муку Вот Это белковые продукты Я считаю Что основа нашего питания Это наблюдение За качеством Нутриентов Которые мы управляем Поэтому белковая составляющая Люди меня постоянно спрашивают А ты протеин пьешь? Зачем вам об этом думать? И мне вообще Зачем об этом думать? Пока мы не говорим О каких-то Грандиозных цифрах Протеин Мне не особо нужен Вы должны следить За своей корзиной Продуктовой Вы должны есть протеин Я понимаю Конечно Я могу много раз Сказать Про Антибиотики Про гормоны На которых Взращена птица Рыба И мясо Говядина Да там Животное Красное мясо Как все содержится Как все перевозится Все это понятно Но Поверьте Организм Тоже он способен Справиться со многим Если мы следим За ним То наша удивительная система Справится И это нормально Потому что мы Ко всему адаптируемся И Не нужно Думать Что Избегая Допустим Животную продукцию Вы спасетесь Нет Мы не спасемся Мы уже дышим Уже мажем Уже еди Потребляем Все уже не то Что было Изначально Вот Но Мы имеем Выделительную систему Мы имеем органы Которые Замечательно Справляются С своими функциями Если мы их поддерживаем В порядке Так вот В первую очередь Белок мы должны есть Мы Люди Мы всеядны Так устроено Не я придумал Так устроено Наша пищеварительная система У нас Мы должны потреблять И красное мясо И рыбу И белое мясо И овощи И фрукты И орехи Мы должны это потреблять Для нормального функционирования Всех наших систем Поэтому Когда меня спрашивают Про протеин Например Я всегда говорю В первую очередь Вы должны акцентировать внимание На натуральном протеине Конечно По возможности Лучше ездить По фермерским магазинам Конечно По возможности Лучше покупать У фермеров Конечно Но Если вы покупаете В магазине То Ничего страшного Если вы Купите Магазинные Продукты И просто Следите за этикеткой Конечно Отдавать предпочтение Лучше тому Где написано Без антибиотиков Без гормонов Вопрос доверия Это уже второе В Америке За этим следят То есть Если написано Оргеник Значит это Оргеник Если написано Без антибиотиков Значит скорее всего Это без антибиотиков Ну и по вкусу И по качеству В принципе Можно сказать Что да Не врут Значит Белковые Вставляющие Вы поняли Источники Жиров Есть люди Действительно Есть люди Которые Используют Используют Приложения Для подсчета Калорий И которые Действительно Упираются Лишь в цифры То есть Вот она Съела Записала Съела Записала Съела Записала И такая Идеально Идеально Я вписываюсь В те цифры Которые мне Вот Валентина Сказала Например Но Когда ты Смотришь Составляющую Вы хоть Отдаете себе Отчет Что дело Это не только В цифрах Когда я смотрю Что допустим 60 грамм жиров Которые нам Положены По протоколу В данный момент Они набраны Из батончика Из Какого-то Я даже не знаю Из какой-то Выпечки Из Горсти Жареного Арахиса Из Куска Какой-нибудь Из Консервных Сардин Или Слабосоленые Семги В вакуумной Упаковке Которые Вообще Непонятно Какого года То есть Вы серьезно Считаете Что Попадание В цифру По жирам Из непонятных Продуктов Ну в основном Батончики И вот Эта вся Кондитерская Правильная Ерунда Без сахара И прочего Вы считаете Что это Основа жиров Нет Гормональная Система Держится На жирах Насыщенных И ненасыщенных Источники Необходимы Такие Как Семга Такие Как Яичный Желток Такие Как Масло Гхи Такие Как Авокадо Оливковое Масло Льняное Масло Да Вот Вот Эти Жиры Вот Эти Жиры Должны Быть В вашем Рационе И Так же Как Углеводы Я могу Наблюдать Иногда Что Здесь Хлебец Там Какой-то Снэк Там Какой-то Снэк И вот Она Довольная Что Она Набрала Свою Норму Углеводов За счет Чего За счет Чего За счет Перекусов За счет Неполноценных Обработанных Продуктов Серьезно Вы считаете Что это Основа Питания Нет Если вы Задачены Своим Здоровьем Особенно Если у вас Уже Есть Какие-то Проблемы Обращайте Внимание На Цельное Зерно На Крупы Кто их Любит Никто Не любит Но это Ваше Здоровье Это Ваше Здоровье И Это Ваше Самочувствие Это Ваш Тренировочный Прогресс Это Ваша Энергия Это Ваше Все Просто Если вы Решаете Изменить Своё Тело Изменить Свою Жизнь К лучшему Вы Должны Приложить Усилия Вы Должны Изменить Привычки Вы Понимаете Не Нужно Искать Какую-то Дополнительную Мотивацию Вы Решили И Будьте С собой Честными Если Вы Решили Тогда Приложите Усилия Если Вы Не Можете Приложить Усилия Если Приложить Вам Это Не Нужно Значит Отпустите Идею Потому Что Если Вы Не Отпустите Идею Вы Будете Постоянно Себя Предавать А После Самопредательства Вы Всегда Будете Прокрастинировать Потому Что Вы С С С С С С С С С Я Не Могу Говоря О Фитнесе Не Затрагивать Психологию Я Не Могу Потому Что Мозаику Самостоятельно Из Всего Нельзя Отрицать Ничего И Собственно По поводу Рациона Основной Мой посыл В очередной Раз Я Просто Напоминаю Вы Просите Выпуске Я Не Могу Начинать Никакую Тему Потому Что Я Окружена Одними И теми Же Проблемами Каждый День Я Объясняю Одно И Тоже И Конечно Я Не Устану Объяснять Это И То Значит Калории Они Важны Конечно В плане Того Что Дефицит Профицит Он Работает Никто Это Не Отрицал Да Но Во-первых Вы Должны Понимать Что Никогда Мы Не Рассчитаем Калорийность 100% Никогда Оно Всегда Будет Относительно Потому Что Калория Калорий Рознь Кто Б Что Не Говорил Серьезно Со Мной Найдутся Миллион Людей Которые Уже Имею Достаточно Образования Достаточно Практики Как тренерская Так и Атлета Достаточно Знаний Теоретических Всех Моментов И Я могу Уже Я умею Анализировать Понимаете У меня Слишком Много Инструментов Чтобы Сбить Меня С толку Меня Ничто Не Собьет С толку Потому Что Те Люди Которые С пены У рта Доказывают Какую Одну Свою Теорию Они Не Правы Те Которые Отставят Какую Одну Диету Они Не Правы Те Которые Считают Что Калории Абсолютно Да И Что Важен Только Дефицит Хоть На Макдональдсе Хоть На Гречке Это Неправда Это Неправда Потому Что Липолиз Он Подкреплен Не Только Дефицитом И Профицитом Он Подкреплен Работой Систем В Организме Понимаете Щитовидной Железы Надпочечников И Нельзя Просто Взять И Отделить И Отделить Процессы И Не Считаться С тем Что У нас Метаболизм Регулируется За счет Нескольких Органов А Эти Органы Регулируются За счет Поступления Правильных Веществ И Правильного Режима Дня Режима Сна Режима Еды Воды Тренировок И Прочего То есть Понимаете Одно Без Другого Не Существует И Не Нужно Упираться В Калории Это Важно Но Мы Должны Следить За тем Что Конкретно Мы Едим То есть БЖУ Оно Важно Из Чего Оно Берется Не Просто Слепо Цифры Из Протвенных Батончиков Печенек Кондитерских Изделий И Не Поймешь Чего А вы Должны Соблюдать Вариативность Вы Должны Питаться Максимально Разнообразно Ваша Продуктовая Корзина Должна Быть Яркая Наполненная Я Постоянно Об этом Говорю И Не Устану Говорить Это Вот Первая Проблема Людей Которые Ко мне Приходят Которые Питаются Одними И Те Меже Продуктами Годы Одни И Те Же Одни И Те Же Продукты Они Считают Что Питаясь Как Робот У Них Какой Это Будет Колоссальный Прогресс Нет Не Будет Ко Сему Происходит Адаптация И Чтобы Изменить Результат Если Его Нет Нужно Изменить Пути К Этому Результату Правильно Как Можно Используя Прежние Инструменты И Прежний План Прийти К Новому Результату Никак Так Не Работали Это Логично По Поводу Тренировок Я Говорю На Конкретных Примерах Я Ничего Не Выдумываю Я Говорю Держа В Голове Примеры Тех Людей Которые Ко Мне Обратились За Помощь В Очередной Раз Любопытно То Что Концентрация Этих Людей С Одними И Тими Проблемами Они Прям В Я Тяжело Тренируюсь У Меня Веса Большие Когда Я Начинала Смотреть Технику Ее Не Было Я Не Говорю Что Она Была Настолько Ужасной Но Техники Не Было Веса Передвигались В Пространстве Веса Никто Не Занимался Бодибилдингом Никто Не Занимался Осознанным Тренингом Пониманием Того За Счет Чего Лопатка Приводится К Другой За Счет Чего Сгибается Рука В Локте За Счет Чего Поднимается Штанга Этого Не Было Было Просто Примерное Примерное Движение Скопированное С интернета Если Это Присед То Человек Понимает Что Надо Таз Отвести Наверное Колено Согнется Корпус Надо Удерживать Чтобы Спина Не Горбатилась И Все Нет Понимания Того Куда Что Идет Где Что Держится Где Что Наклоняется Те Что Работает Как Нагружается Как Правильно Где Не Выгибаться Где Держать Где Фиксировать Куда Смотреть Даже Положение Глаза Глаза Понимаете Глаза Оно Влияет На Полностью Влияние На Движение Те Же Положение Челюсти Во Время Сгибания Ног Лежа Влияет На Нагрузку Вы Понимаете Вам Не Нужно Это Знать Если Вы Не Коуч Если Вы Не Тренер Вам Не Нужно Знать Если Вы Клиент Но Вы Просто Должны Понимать Насколько Ваше Положение В Пространстве Важно Насколько Важна Техника Если Будет Правильная Техника То Вы Увидите Результат Да То Есть Проблема Моих Вновь Прибывших Была В том Что Они Были Уверены Что Они Все Делают Правильно Они Перегружались Они Считали Что Чем Больше Тем Лучше И Они Считали Что Херачить Это Вот Сейчас Они Раз Они Предлагают Столько Усилий Значит Обязательно Добьются Результата Так Их Научили Нет Я Не Устану Повторять Фразу Мне Нужно Развивать Свой Бренд No Brain No Game Это Про Body Building No Pain No Game Это Абсурд Это Абсурд Даже Золотая Эра Они Понимаете Нагружали Мышцу Они Не Обладали Столькими Знаниями Но Они Нагружали Мышцу Они Четко Понимали И чувствовали Что Они Делают Чем Они Делают И Как И Наверное Поэтому Кстати Многие Из них Еще Живы И Даже Не В Инвалидном Кресле Вы Знаете Вот Потом Когда Пришел Слишком Тяжелый Тренинг Да И Люди Начали Слепо Копировать Когда Началась Эта Фраза Интерпретироваться Неверно No Pain No Gain Тогда Наверное Многие Стали Получать Разрывы Грыжи Смещения И В общем-то Заканчивали Свою карьеру Или Жаловались На То Что Не способны Больше делать То и Се Начинали Искать Кучу Замен Альтернативных Упражнений Да Вместо Того Чтобы Возвращаться К базовым Настройкам Ребят Базовые Упражнения Классические Упражнения Это Золото Это Бриллиант Лучше Этого Ничего Нет Ни один Новый Тренажер Не сравнится Ни с Какими Классическими Упражнениями И Если По своей Глупости Вы не Состояние Делать Какие-то Упражнения Вы Должны Искать Те Упражнения Которые Максимально К ним Приближены Они Выдумывают Цирк Или Частичную Амплитуду Или Какой-то Полудрочь Это Не скажется Положительно В вашем Случае Не скажется Вы Либо Убьете Суставы Но Что-нибудь Результаты Это так Понятно Вы Либо Убьете Суставы Либо Убьете ЦНС Либо Убьем Как Прислушивайтесь К Прислушивайтесь К Нему Что это Случилось У вас Начинает Ныть Где-то В суставе В тазобедренном И вы Мне об этом Не говорите А мы Соблюдаем Прогрессию Нагрузок Мы Аккуратно Двигаемся Вперед Мы Продолжаем Грузить Кривой Организм И что Потом Кому От этого Хорошо Будет У вас Разовьется Асимметрия Еще Больше Пойдут Сбои А зачем Так Вот Призыв Мой По Поводу Тренинга Если Вы Все-таки Работаете С достойным Тренером То Пожалуйста В первую Очередь Делитесь С ним Все информации Которые Вообще Которую Вы Про себя Узнали Слушайте Себя То Что Я всегда Говорю Когда Меня Спрашивают А сколько Мне Есть Чтобы Набрать Вес Я Не знаю Я Не знаю Сколько Вам Есть Чтобы Набрать Вес Каждый Индивидуален Каждый Индивидуален Кому Достаточно 100 Лишних Калорий В профицит Чтобы Расти Кому Достаточно Одной Тренировки Ног В Две Недели Чтобы Расти А кому То Нужно Делать Две Тренировки Ног В Неделю Чтобы Расти Кому То Нужно Работать В Более Высоком Объеме Чтобы Расти Кому 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 Нужно Работать В Более Силовом Режиме В Силовом Формате Чтобы Расти И для Этого Господа Существует Тренер И для Этого Изначально Существовал Проводник Вот Который Поможет Вам Быстрее Преодолеть Вот Эти Камни Преткновения Который Со стороны Быстрее Увидит Что На Вас Работает Соотношение Волокон Соотношение Ваших Рычагов Вашу Адаптацию Организм Под Нагрузки Ваш Источник Энергии Который Лучше Для Вас Подходит Жиры Углеводы Мы Все Разные Для Этого Изначально Тренер Создан Как Профессия И Опять же Эти Люди Которые Ко мне Пришли Они Работали С Тренерами И Тренерам Видимо Было Не Видно Ничего Из Того Что Они Делали Неверно Соответственно Это Заставляет Меня Расстраиваться Потому Что Я Понимаю Что Нужно Объединяться В Какие Коммуны Нам Людям Которые Действительно Любят То Что Они Делают Которые Пришли В зал Не Считать За чужими Людьми Повторения И Блины Развешивать А Которые Пришли Как Исходя Из Знаний Биомеханики Анатомии Физиологии Исходя Из этих Знаний Построить Красивое Тело Чтобы Оно Было Не Просто Красивое Чтобы Оно Было Функциональное Чтобы Оно Правильно Работало Чтобы С возрастом Вы Не Развалились И Не Могли Встать Со Стола Без Боли В коленях А Чтобы Вы 50 60 Лет Прыгали Как Кузнечик Со Своими Детками Внуками И Собачками Для Этого Вообще Профессия Тренер Ну Да Ладно Так В общем Основная Проблема В том Что Мало Кто В этом Действительно Заинтересован И Люди Ведутся На Всякие Неправильные На Лозунги Да Вот В этих Интернетах Смотрите Вы Лезете Порой Посмотреть Мотивационное Видео Где Пыхтят Кричат Орут Потеют Прикольно Но Вам Как это Поможет Достичь Тела Мечты Вы Не Выспавшись Не Поевшие С кривой Диетой С кривым Питанием Не Установившись После Прошлой Тренировки Насмотритесь Этих Видео И Что И Что И Вы Пойдете Херачить Веса С кривой Техникой Вы Представляете Абсурд Этого Цирка Вообще Это Абсурд Просто Это Это Показывает Полное Непонимание Процессов В построении Тела Полное Непонимание Я Это Все Говорю Для Того Чтобы Вам Напомнить Простые Истины Много Не Значит Хорошо Понимаете Дефицит Калорий Не Значит Вы Похудеете Да Представляете Так Бывает Если Вы Долго Прибывали На Низк Калорий Диете Отек Перекроет Все Ваши Достижения Если Вы Бегаете В зал Каждый День И Непонятно Что Там Делаете Непоследовательно Абсолютно Без Плана Это Тоже Это Не Делает Вас Героем Не Делает Вас Каким То Супер Целеустремленным Человеком Все Начинается С Плана Будь То Тело Будь То Финансы Все Начинается С Плана И Самое Главное В построении Тела Это Придерживаться Последовательно Плана Не Сходить С ума Не Форсировать Не Кидаться Из Крайности В Крайность В Построении Тела Важна Последовательность Спокойное Выполнение Четкое Плана Без Отхождений Влево Вправо Просто Спокойно Не Восстановились Возьмите Дополнительный День Отдыха И Такие Шаги Они Многим Кажется Что Если Вот Так Делать То Будет Настолько Медленно Что Они Перегорят Нет Бросаясь Из одной Крайности В другую Вы Перегорите Гораздо Быстрее Потому Потому Что Вам Не Хватит Ресурса Вы Человек Вы Не Машина Вам Не Хватит Ресурса Вы Замотивируетесь У вас На Какое-то Демотивационное Видео Выделится Какая-то Капелька Дофамина Вы На Этой Капельке Дофамина Адреналина Побежите В зал У вас На Втором Упражнении Уже Все Закончится Плюс Прогрессия Весов Прогрессия Нагрузки Только Она Дает Результат Плюс Как Если Вы Недоедаете Если Ваша Гормональная Система Недополучает Жиров Или Других Натриентов Как Вы Собираетесь Построить Тело За Счет Чего Я Хочу У меня Ничего У меня Лопатка Есть Детская Сколько Вы Построите Много Ли Надолго Ли Хватит Вас С вашей Лопаткой Вы Просто Вдумайтесь Что Вы Творите Это Вот Второй Момент Желание Построить Тело Быстро И Невдумчиво Третий Момент То есть Смотрите Я Сначала Начала Говорить Про Питание Потом Про Тренировки Как всегда Я все об одном Все вокруг Да около А потому что Вы не даете мне Дальше пойти Мне нужно Постоянно Об этом Напоминать Окей Далее Добавки Не нужно Вам Ставить Упор На Добавки Вам Не нужно Добавки Имеют Место Быть Добавки Да Они Могут Помочь Но Этот Настолько Ничтожный Процент Если Вы Соблюдаете Правила Восстановления За счет Сна Питания Да Если Вы Дозируете Правильно Свои Нагрузки Если Вы Держиваете Протокол Отдыха Работы Если Вы Вы Держиваете Правильный Объем Не Перегружаясь Если Вы Работаете В Необходимом Диапазоне Для Себя Если Вы Нашли Свой Конкретно Стимул Для Роста Да Если Все Это Делаете Последнее На Что Вам Нужно Смотреть Это Добавки Понимаете Потому Что Питание Грамотно Сбалансированное Четко Да Оно Уже Даст Вам Уйму Уйму Веществ Необходимых Для Прогресса И Нет Волшебных Добавок Которые Ускорят Процесс Если Вы Мне Скажете Про Основные Которые Уже Со Временем Когда Вы Выдерживаете План Последовательно Без Суеты Да Когда Вы Уже Действительно Из Недели В Неделю Вы Четко Все Едите Все Свои Приемы Вы Четко Следуете Ритмом Своим Протоколу Тренировочному Вы Поднимаете Тот Самый Вес Который У вас Прописан В плане Вы Высыпаете Нужное Количество Часов Вы Все Это Делаете Вы Прогрессируете 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 И Потом Понимаете Что Ну Вот Наверное Сейчас Мне Нужен Какой-то Небольшой Дополненный Ресурс Тогда Да Креатин Он Действительно Поможет Восстановиться Он Действительно Поднимает Силовые Это Наверное Топ Один Добавка Которая Действительно Проявила Себя Весьма Сто процентов Она работает То есть Понимаете Креатин Конечно Даст вам Сил Наполненность Да Вы Становитесь Действительно Быстрее То есть Омега Три Для Особенно Людей Которые Живут Вдали От Океана Да И которые Не способны Покупать Себе Постоянно Семгу Или Какую-то Жирную Рыбу Какие-то Мультивитамины Возможно Вот Да В принципе И все А что еще Если вы Большой Дядя То Тогда Я думаю Вам Мой подкаст Вообще Не нужен Потому что Вы сами Знаете Что Можно И аргинин Можно И 5HTP Можно И протеин Если У вас Катастрофическая Уже Потребление Белка И так Сразу Выполнить И Ведь Ниспроста Ж Ниспроста Ж Столько Искусственных Задниц Мы видим Сейчас Не знаю Как вы Но у нас В Майами Это просто Какой-то Кошмар Это Настолько Некрасиво На самом деле Я стараюсь Никого не осуждать Но просто Это некрасиво Это Огромная Жопа Из которой Торчат Никакие Ноги Но Это Уже До смешного Да Но Я же понимаю Что культ Задницы Он сейчас Есть И Ведь Это же не грудь Грудь не накачаешь Грудь Забудьте Если Есть люди Которые до сих пор Верят Что грудь Можно накачать Нельзя Наоборот Сокращая процент Жира Да И Наращивая Грудные мышцы Наоборот Скорее Наоборот Грудь у вас Подуменьшится Это К сожалению Правда Вот Но Это Неважно Поэтому Когда Вставляют Грудь Еще Можно Понять Потому Что с ней Ничего Не сделать Но Опять же Вставляя Грудь Вы должны Быть готовы К последствиям К аутоиммунным Заболеваниям К аутоиммунным Реакциям Потому Потому Что Когда Вставляете Народный Предмет Ну Сами Понимаете Что Иммунный Ответ Будет Никто Не знает Какой Это Будет Какая Реакция Возможно Это Сразу Доста Себе Знать Возможно Потом Спустя Время Но Бесследно Это Не пройдет Просто Будьте Осознанны С этим Вот Но Ягодицы Которые Вполне Себе Можно Накачать Сделать Неплохую Форму И объем Но Никто Не хочет Думать В этом Проблема Никто Не хочет Работать Никто Не хочет Последовательно И тяжело Работать Когда я говорю Тяжело Это не значит Что кладет На себя Штангу Весом С наковальни Там Больше Ста Килограмм А тяжело Это Когда Последовательно Вдумчиво И За дня В день Вот Выдерживать Этот план Выдерживать Эту Калорийность Выдерживать Этот тренировочный Объем Выдерживать Быть Дисциплинированным Это Очень тяжело Потому Что Все хотят Здесь Сейчас И Это Самая Большая Ошибка И Эти же Люди Они Ищут Волшебную Таблетку Постоянно Что Я могу Сказать Я живу В фейковом Мире В данный Момент У меня Не на что Жаловаться Океан Солнце Лето Латиноамериканцы Все то Что я люблю Танцы Вот Но Майами Это Клуака Людей Живущих В Иллюзии Здесь Good looking people Здесь Место Где Все Хорошо Выглядят Здесь Нет Людей Практически Жирных Здесь Пляж Здесь Деньги Здесь Женщины Пытаются Быть Ухоженными Чтобы Как-то Пристроиться Найти себе Мужа Или Спонсора Я не знаю Но в целом Если Абстрагироваться И посмотреть На все Картина Жалкая Да Просто Жалкая То То есть В Москве Все Таки И в других Странах Люди Готовы Потерпеть Ради Результата Люди Готовы Ограничиться В чем-то Выслушать Принять И Работать Здесь Конечно Стирается Все это Стирается Жестко И Тяжеловато Мне С моим Перфекционизмом И С моей С моим Видением Фитнеса С моим Видением Тренерства Мне Сложно За этим Наблюдать Мне Сложно Наблюдать За то Как накачивают Огромным количеством Гелоуронки Или Ставят Импланты В те самые Ягодицы Или в другие Мышечные Группы Синтол Различные Вещества Я даже Не знаю Люди Которые Качаются Неправильно Ставят Ботокс В трапецию Просто Ботокс В трапецию Вместо того Чтобы Изменить Паттерн Движения Вместо того Чтобы Растянуть То что Надо Растянуть Вместо того Чтобы Нагрузить То что Надо Нагрузить Вы представляете Можете Себе Представить Я прошу прощения За позу Мне так удобно Сидеться Просто И Время уже Ночь Я так По-домашнему С вами Поэтому Пришла С танцев Как бы И Решила Записать Видео Так о чем я Люди Ставят Ботокс Трапецию Понимаете Даже Тренеры Чтобы Она Меньше Работала Чтобы Шея Была Длиннее А ты Не Пробовал Поменять Технику А ты Не Пробовал Вдаться Немножко В работу Своего Тела И Своих Мышц Антагонистов Где Сокращено Где Растянуто Где Проблема Где Зажим Диафрагма Зажало Что Где Укорочено Что Где Удлинить Где Это Все Вообще И Вот С этим Очень Тяжело И Что Вот Что Я Говорю Я Говорю Что Все Очень Грустно И Вот Люди Которые Ко Мне Приходят Им Никто Об Этому Не Мог Сказать В Европе Здесь Тренерам Вообще Параллельно Просто Они Не В Состоянии Даже Это Увидеть Они Даже Не Могут Протестировать Вас Понимаете Я Хочу Чтобы Моя Аудитория Чтобы Вы Искали Ответы Чтобы Вы Искали Ответы И Чтобы Они Были Не В Таблетках И Не Волшебных Методиках Чтобы Вы Понимали Базу Если Вы Поймете Базу У Вас Никогда Не Будет Проблем С Построением С Режима С Построением С Графика У Меня Вот Женщины Которые Приходили Да Вы Поняли Проблемы Некому Даже Было Обратиться И У Мет Столько Мыслей В голове Что Не Разбегаются Поэтому Все Немножко Хаотично И Большая Проблема В том Что Недостаточно Недостаточно Правильной Информации На просторах Интернета Вам Хотят Продать Быстрый Результат Но Вы Не Должны Это Вестись Я Хочу Чтобы Моя Аудитория Просто Чтобы Моя Аудитория Не Подвергалась Стереотипному Мышлению Не Подвергалась Гонкой За Быстрым Результатом Чтобы Моя Аудитория Не Равняла Себя На Иллюзию Идеального Общества В социальных Сетях Я хочу Чтобы Моя Аудитория Фильтровала Потребляемую Информацию Чтобы Моя Аудитория Понимала Что И как Работает Чтобы Вы Были Способны Проанализировать Отфильтровать Экспертов От Мусора Потому что Сейчас Очень много Действительно Я понимаю Как вам Тяжело Я понимаю Вы не обязаны В этом Разбираться Это не Ваша Сфера Деятельности Допустим Как я не Обязан Разбираться В бухгалтерской Сфере Я не Обязан Вот Я представляю Что Как вам Тяжело Найти Качественную Информацию Я Не знаю Как Запаковать Продукт Наверное В этом Видео Я обращусь К вам Кто Меня Слушает И кто Мог бы Как-то Мне Помочь Спродюсировать Мой Проект Потому Что Я Уже Не могу Молчать Я Хочу Структурировать Свои Знания Я Хочу Сделать Качественный Продукт Который Поможет Вам Разобраться В Базовых Данных В Устройстве Организма Такового Разобраться Вам В основах Питания Я Не Хочу Перегружать Вас Информацией Я Не Хочу Давать Экстра Потому Что Мы Погрязли В Информации Сейчас Информационный Век И Проблема Если Раньше Была Проблема В Недостатке Информации То Сейчас Проблема В Избытке Информации И Знаете Раньше Я считаю Золотая Рабодибилдинга Была Гораздо Чище И Приятнее Потому Что Было Не Так Много Информации Но Люди Хотя Б Слышали Себя Сейчас Шум Вокруг Он Настолько Громкий Что Он Просто Полностью Изолирует Нас От Себя Мы Утрачиваем Возможность Утрачиваем Вообще Такой Знаете Скилл Слышать Себя Потому Что Слишком Громко Вокруг Мы Теряем Внутренние Ощущения Мы Начинаем Слушать Вот Этот Весь Мусор Весь Этих Клоунов Весь Этот Цирк Да И Мы Теряем Connection С собой Мы Теряем Связь С собой С собственным Телом И Мы Теряя Эту Связь Мы Отдаляемся От Результата Дальше И Дальше То же Самое Как С питанием Я У здорового Человека Оно Никогда Не доведет Его до ожирения Никогда Здоровый Человек Интуитивно Всегда Знает Когда он Голден Что он Хочет Есть Когда Он Хочет Есть Когда Есть Не Нужно Когда Он Сыт Когда Он Хочет Пить Понимаете Я Считаю Что Нужно Пытаться Вернуться К этому Для Этого Нужно Потреблять Меньше Обработанной Еды Меньше Всяких Добавленных Сахаров Меньше Каких-то Обработанных Масел Меньше Вот этого Всего Дерьма Который Добавляют Для Увеличения Срока Хранения Для Усиления Вкуса Мы Если Мы Хотим Остаться Более Менее На Плаву Если Мы Хотим Сохранить Тело В Более Менее Здоровом Состоянии Если Мы Хотим Хорошо Себя Чувствовать И Принимать Минимальное Количество Таблеток Если Мы Хотим Испытывать Меньше Тревожных Расстройств Если Мы Хотим Меньше Панических Атак Если Мы Хотим Меньше Аутоиммунных Заболеваний В целом Если Мы Хотим Здоровое Потомство Если Мы Хотим Просто Если Мы Хотим Себя Хорошо Чувствовать И Иметь Хорошие Показатели Мы Должны Пытаться Услышать Себя Услышьте Меня Я Не Говорю Про Дыхание Маткой Я Не Говорю Про Что То Про Что То Сверх Естественное Про Что Спиритуальное И Что Невероятно Духовное Я Говорю Просто Про То Что Наш Организм Потрясающе Умная Машина Но Пока У нас Нет Этого Коннекшена Пока Мы Его Забиваем Под Девизом No Pay No Gain Пока Мы Считаем Что Чем Больше Мы Лупим Себя Плетью По Спине Тем Лучше Нет Шрамы Они Никогда Не Заживают Во Во А во Вторых Они Нарушают Просто Полную Целостность И Это Также Здесь Работает То Есть Когда Вы Чувствуете Что Вы Разбитый Вместо Того Чтобы Вы Вы Спаться Вы Гоните Себя В зал Напившись Энергетиков Да Что Вы Ждете От Этого Что Будет Вам Нужно В первую Чуть Понять Почему Вы Разбитый И Решить Этот Вопрос Почему Вы Всегда Лечите Симптом Почему Вы Не Хотите Найти Причину И Решить Ее Ведь Когда Мы Лечим Симптомы Причина Не Решается И Этот Клубок Запутывается Еще Дальше Не Уже Это Все На Что Вы Способны А Знаете Что А Дальше Будет Точка Невозврата И Для Меня Это Огромный Страх Туда Воткнуться Все Что Я Говорю Оно Прожито На Мне Я Человек Аскет Я Человек Который Всегда Наедине С С С С С Который Всегда Анализирует Ищет Ответы Ищет Истины Тестирует На С С С И Также Работает С С Людми И Я Учу Других Через С С Грабли Поверьте Эти Грабли Прожитые И Вам Не Обязательно Учиться На С Ошибках Вы Можете Довериться Опять же У Меня Нет Никаких Причин Врать Я Ничего Даже Вам Не Продаю Кроме Собственных Услуг Собственного Введения Онлайн Помочь Вам Разобраться Да Но Нет Каких-то Глобальных Знаете Каких-то Глобальных Сеток Глобальных Пирамид Чтобы Вы Усомнились В том Что я Просто Альтруист Который Ходя По своим Граблям Хочет Нести Пользу Миру Я надеюсь Что у меня будут Продукты Которые Будут Полезны Для вас И которые Немножко Разгрузят Меня И мое Личное Вовлечение В любой Онлайн Или персональный Процесс Потому что Я не Вечная И Я Трачиваю Слишком Много Энергии Я проживаю Каждую Историю Каждую вашу историю Я проживаю Эмоционально Я не знаю Как с этим жить Я не знаю Как жить По-другому Но Кто меня лично Знает Все знают Какая я И Энергия моя Она лимитирована К сожалению Я чувствую Иногда Себя Очень Выгоревшее Потому что Слишком Много Проходит Информации Через меня Я Эмпат К сожалению Вот Так вот Связь С собой Это Самое Важное К чему Мы должны Прийти Если Вы чувствуете Себя Разбитым Не надо Грузиться Энергетикам И идти В зал Попытайтесь Ответь На вопрос Почему Вы разбиты И Выспитесь И Проведите Время В том Состоянии Которое Наполнит Вас Чтобы Завтра Вы Действительно Хотели Идти На Тренировку Вы Действительно Повышали Свои Рабочие Веса Действительно Все Делали Технично И Вы Были Заряжены Понимаете Если По Питанию Да Если Вы Не Понимаете Что Вы Хотите Если Вы Или Вы Если Голодны И Вы Не Позволяете Себе Есть Или Если Вы Понимаете Что Вы Хотите Какой-то Конкретный Продукт И Вам Должны Разобраться Что С Вами Не Так Потому Что Я Повторюсь Наше Тело Это Уникальная Машина Если Вас Тянет Заключительно На Обработанную Еду На Сладкое Только На Конфетки Только На Батончике Значит Вы Уже Не Там Вам Нужно Распутывать Клубок Вы Должны Начать Есть Правильную Пищу Вы Должны Где-то Себя Поду Резать Конечно Ж В плане Вы Должны Сфокусироваться На Том Что Приносит Пользу Да Вы Должны Понять Как Устроен Организм И Чем Он Питается Из Чего Организм Черпает Этот Элемент И Этот Элемент Если Вы Положите В свою Корзину Цельные Продукты Если Вы Положите Картофель Гречку Какие-то Крупы Овощи Фрукты Мясо Рыбу Орехи Растительные Масла Да Качественные Если Вы Распишите Себе План Или Обратитесь К человеку Который Распишет Вам План И У вас Будет Корзина Стоять Из 40 Продуктов Допустим Необработанных Да У вас Даже Желание Не возникнет Тесть Чипсы Батончики Или Возникнет даже желание Вот же самое интересное Я вам так скажу Когда Бывают дни Когда я Не успеваю Приготовить Да Съедаю Что-то На стороне Или Очень сильно Переживаю Эмоционально По поводу Чего-то Или Вообще Не сплю Или Работаю Допоздна Я Теряю Связь С собой Абсолютно От слова Совсем Если Я не буду Это контролировать Если Я не буду Пытаться Это поправить То поверьте Я свалюсь В жесткую яму В жесткую яму И я вообще Потеряю себя Абсолютно И Знаете Это не про лишний вес Это не про мышцы Это даже не про отеки Это про сбой Полный Систем Гипофиса Гипоталамуса То есть Это Это про большее Чем просто лишний вес Или просто отек Или какая-то задержка Жидкости Или еще что-то Это про туман В голове Это про Отсутствие сил Принимать решения Это про ОСД Да Про синдром Дефицита Внимания Это про Абсолютную Расфокусировку Это Представляете То есть Вы Потеряете Себя Вы Забудете Что такое Жить в покое Средоточенным Вы Забудете Что такое Нормальная Жизнь Мотивированного Человека С своими Желаниями Со своими Мечтами Целями То есть Сколько Людей Зависает В телефонах Теряя Время Для сна Сколько Сколько Людей Да даже Если вы едите За телефоном Вы не понимаете Что вы едите Как вы едите И зачем Вы это едите Понимаете Мы оторваны От внутреннего Голоса И вот это Страшно Потому что Когда мы от него Оторваны За счет всех Этих гаджетов И социальных Сетей Мы никогда Не придем К правильным Решениям Понимаете И Весь Это Все мое Видео И все эти Истории Про приехавших Женщин Из других Стран Причем Разных Возрастов Да Это все Про то Что Везде Есть тренеры Везде Есть информация Но Я думаю Что вы Научитесь Анализировать Анализировать Информацию Только Когда вы Начнете Себя Слышать И слушать И когда Вы себя Услышите Вы четко Поймете Где взять Информацию Реально Кто Дает Достойную Качественную Информацию И что Действительно Работает Но Пока Вы Отвлечены Беготней Пока Вы Пытаетесь Быстро Порешать Проблемы Пока Вы Не Осознаете Где Вы Находитесь Где Ваше Тело Куда Вы Идете И Что Вы Хотите Пока Вы Вообще Оторваны От Своих Желаний От Понимания Себя И Своих Ощущений Вы Можете Сменить Вы Можете Сменить Страны Тренеров Диеты Вам Не Поможет Вам Не Поможет Так Что Этот Видеоролик Во-первых Он Был Абсолютно Спонтанно Снят Абсолютно Спонтанно Во-вторых Он Был Настолько Искренне Наверное Ни один Ролик Еще Настолько Я Не Проживала Эмоционально Как Вот Этот Это Меня Натолкнули Вот Эти Женщины Которые Оказались Потрясающие Люди И Невероятно Благодарны За то Что Просто Я Их Верну К Себе Теперь Они Снизили Веса Теперь Они Едят Еду Теперь Они Пытаются Избежать Сахар Они Не На Этом Сфокусированы Они Сфокусированы Том Чтобы Чтобы Дать Телу Максимально Качественную Еду Понимаете А если Вы Ее Даете У вас Уже На Херню Не Остается И Не Хочется Потому Что Вы Сыты И Организм Всего Хватает И Он Не Бьет Сигнал Тревоги Что Нам Срочно Нужна Глюкоза Нам Срочно Нужно Что Быстро Восполнить Энергию Когда У нас Адекватный Дефицит Или Поддержка Когда У нас Сбалансированное Питание Диета Ничего Не Нужно Все Уже Есть Все Хорошо Мозг Успокаивается Мы Наши Уровни Серотонина Допамина В норме Уровни Кортизола Адреналина В норме Все Приходит В норму Тогда Когда Надо Оно Активируется Когда Не Надо Оно Выключается И Вы Чувствуете Как Новый Человек Вы Можете Рассуждать Вы Можете Анализировать Вы Можете Принимать Решения Вы Меньше В себе Сомневаетесь Вы Больше В себе Уверены Вы Становитесь Последовательным Рациональным И Знаете Вы Начинаете Себя Любить Вы Отстаете От Пищевого Поведения Даже Может Уйти В тень Потому Сейчас Понимаете Ваша Картинка То Как Вы Выглядите Это Не Весь Вы Это Лишь Часть Вас И Это Не Самое Важное В жизни И Когда Вы Находите В себе Любовь К Себе И Уважение К Себе Вам Не Хочется Тащить В рот Всякую Бяку Вам Примогать От боли И Воспаления Когда Вы Находите Эту Связь С собой Вы Просто Начинаете Заботиться И Забота Это Будет Проявляться Не Через Ботокс Во Лбу И Не Через Сделанные Сиськи И Не Через Новое Платье А Забота Будет Проявляться Через Адекватный Режим Тренировок Через Адекватный Режим Восстановления Через Адекватный Режим Питания А Также Затрону Психологию Через Выстраивание Личных Границ Через Слова Нет Не Могу Не Хочу Когда Вы Начинаете Чувствовать Себя Ваша Жизнь Меняется Ваше Окружение Меняется Ваша Самоценность Меняется И Вы Притягиваете Гораздо Более Интересных Людей В Свою Жизнь Гораздо Более Интересные Предложения Становитесь Более Успешным И Знаете Что самое Главное Более Спокойным Потому что Мир В котором Мы Живем Он Сумасшедший И Чтобы Оставаться В себе Чтобы Оставаться Чтобы Оставаться Знаете В Здравом Уме Нужно Быть Максимально В Коннекте С С С С Вы Должны Максимально Сейчас Направить Фокус На себя Только Так Мы Сможем Выстоять Выжить Не Сломаться Не Раствориться И Не Поддаваться На Манипуляции Внешнего Мира Алгоритмы Внешнего Мира Манипулируют Нами Если Мы Не Сможем Синхронизироваться С Нашим Внутренним Я Который Уже Все Знает Который Уже Прожил Миллион Жизнь Ничего Хорошего Нам Не Светит Я Не Говорю По конспирологию Сейчас Но Сейчас В данный Момент Все В нашем Мире Направлено На Отвлечение Нас От Себя Так Вот Мое Вам Напутствие Сейчас Такое Время Когда Вы Должны Фокус Сместить Вовнутрь Начать Слушать Себя Начать Понимать Себя Начать Изучать Себя Только Так Вы Сможете Скопить Силы И Выставить В этом Сумасшедшем Времени Цифровых Технологий И Искусственного Интеллекта Надеюсь Что вы Почерпнете Для себя Что-то Полезное Я Всегда Говорю Искренне Что есть От души Я Верю Что мы С вами Справимся Я верю Что меня Услышат Кто Ищет Тот Всегда Найдет И До новых встреч Надеюсь Что эмоциональная Составляющая Меня В следующий раз Не вынесет На такие темы Что я буду Более структурированно И поговорю Про что-то Более конкретное Все-таки Из мира Бодибилдинга А пока Вот на фоне Последних событий Я решил Записать Именно Такую Тему Поэтому Послушайте Сделайте Выводы Что не нужно Себя Убивать Себя Нужно Любить Вы у себя Один И О себе Нужно Заботиться Беречь И делать Это Делать Это Искренне Честно А не За счет Фейковых Инструментов Поэтому Возвращайтесь К себе И пишите В комментариях Как оно Продвигается Я С вами Работаю Над собой И Каждый раз Когда я Достигаю Некоторого Успеха И Когда Внешний Фактор Не Сбегает Меня С места Я Собой Скорее Горжусь И Хвалю Себя Что Кстати Говорят Делать Меня Лишь Сильнее Здоровья Гармонии И Внутреннего Баланса Всего Хорошего Горжусь